Неуэзур Чарзей Тунг, Швейцария Путин и Зеленский проверяют друг друга на боевую готовность Маркус Акерет Неуэзур Чарзей Тунг, Швейцария 30 апреля 2019 года Российский президент рассматривает вопрос выдачи российских паспортов всем украинцам Тем самым он продолжает углублять пропасть между собой и соседом Но новый украинский президент отвечает по-своему Россия продолжает свою стратегию Избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому Перед вступлением в должность она навязывает обоюдный обмен Который практически исключает перезагрузку двусторонних отношений Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в конце недели впервые высказался о результатах выборов на Украине Он не только выступил в защиту уже вступившего в силу решения об упрощении предоставления российского гражданства жителям поддерживаемых Россией народных республик в Донбассе Он также рассматривает возможность предоставления гражданства всем украинцам Обосновывая это тяжелой гуманитарной ситуацией Зеленский восхваляет свободу Зеленскому на пористый тон Москвы неприятен, поскольку он видит в нем отсылку к роли предшественника Петра Порошенко Отличие в реакции Зеленский в тот же вечер ответил Путину в Фейсбуке, проявив бойкость, характерную для актера и комика Он самодовольно указал на риски для России, которые влечет за собой решение о выдаче паспортов Прежде всего украинцы ценят свободу слова, свободные СМИ и интернет Российский паспорт, напротив, означает право быть арестованным за мирный протест Право не иметь свободных выборов, право вообще забыть о правах и свободах Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы будут стремиться к этому, отметил Зеленский Зеленский подчеркнул значение свободы для украинцев и пообещал, что и в будущем он будет придерживаться миссии Украины Оставаться демократическим образцом для постсоветских стран и предоставлять защиту, убежище и гражданство тем, кто готов бороться за свободу Не следует говорить с украинцами на языке угроз, военного и экономического давления Зеленский отметил, что готов к переговорам и разработке новых основ сосуществования обеих наций Однако полная нормализация возможна только с окончанием оккупации Востока Украины и возвращением Крыма Российские карикатуры Если с украинской точки зрения подписанной на прошлой неделе указ является провокацией, то новая идея Путина рассматривается Киевом как наглость В ней прослеживаются два основных мотива российской пропаганды С одной стороны, Украина после Майдана 2014 года изображает все как несостоявшееся государство Государственное образование, не только ведущее войну против собственного населения в Донбассе Что в определенной степени подтолкнуло людей под защиту самопровозглашенных народных республик Но и в остальной части страны заставляющие людей существовать в мрачном националистическом олигархическом государстве Языковой вопрос также очень важен Внушается, что разговаривать на русском языке в стране запрещено С другой стороны, многие россияне просто отрицают существование украинской нации Лишь в отношении Западной Украины, которая исторически находилась под польским и позднее Габсбургским господством Признается определенное право на культурное самовыражение Остальную часть страны считают малороссией, частью Российской Царской Империи Но именно общая история и привела к жесткому отграничению Проекция для россиян навязчиво продвигаемой российской политикой и пропагандой Конфликт между Россией и Украиной проявляется не только в искаженных образах Украины в ток-шоу Победа аутсайдера Зеленского восхищает российскую аудиторию В глазах некоторых оппозиционных активистов и журналистов менее предсказуемой для Кремля Актер берет на себя и внутриполитическую роль в России Он будто держит зеркало перед российской оппозицией и предлагает недовольным россиянам политическую проекцию И это подталкивает Кремль к тому, чтобы поддерживать давление на соседнюю страну Этот игровой и в то же время нарочито серьезный пинг-понг между будущим украинским президентом и Путиным проявляется и в реакциях Зеленский с долей высокомерия На вопрос о возможной встрече, когда президент предстанет перед Зеленским Путин с иронией ответил, что Зеленский не Господь Бог, чтобы я перед ним представал Зеленский отреагировал, отметив, что он действительно не Бог Но придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед ним Никто не попадет сразу в рай Сначала будет суд Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ